Миша прислал мне в честь новогодних праздников Миша прислал мне в честь новогодних праздников Спасибо за пополнение моего ангара И предоставление мне возможности Снять еще один честный обзор на технику Кстати, ребят, если вы за честные обзоры Подписывайтесь на мой канал Гарантирую, никому ничего не впариваю Не рекламирую, показываю технику такой Какая она есть на самом деле Если у вас нет 70% побед И статистика танцует в районе 50-55 Итак, ребят, возвращаемся К товарищу М4А2Е4 Но если можно, я буду называть его Коллекционный Шерман Так вот, коллекционный Шерман Машина очень похожая На многие другие машинки Которые разработчики завезли в игру В процессе развития Блица Ну вот, допустим, тот же Хайскор И так далее, и так далее И так далее Огромное количество похожих машин между собой Есть похожие машины на 6-м левеле Где там они у меня прячутся в ангаре Короче говоря, потихоньку коллекция Всех машин, похожих одна на другую У меня собирается Но эти машины все отличаются друг от друга Своими техническими характеристиками И, безусловно, коллекционный Шерман Он не исключением однозначно исправил Я бы сказал Стандарт того, что они все между собой отличаются Чем же отличается Шерман от них все? Ну давайте начнем с бронирования Бронирование для 5-го уровня Я бы сказал, ни вашим, ни нашим С одной стороны вроде бы мало Но с другой стороны это 5-й уровень Соответственно, давайте будем говорить так Вот эта вот комбашенка, которая очень плоская Она имеет броню Я буду сейчас называть цифры с учетом приведенки Потому что без учета приведенки Как бы там совсем скудно 67 комбашня Вот здесь вот вокруг Вокруг маски орудия 124 Сбоку на уменьшение 104 Верхний вот этот вот Ну не верхний бронелист А верхняя часть Да, верхнего бронелиста 106 с учетом приведенки Вот здесь уже немножечко пободрее 121 Вот здесь вот в передней вот этой части На стыке верхнего бронелиста И нижнего, да То есть на вот этой вот округлости 145 миллиметров, ребят Это на 5-м уровне То есть в принципе сказать о том, что брони прям Совсем нет Нет, она какая-то есть Но понятное дело, что скудненько Теперь, что касается бортов Бортам, да Здесь безусловный картон Потому что, допустим Борт башни 51 Ну а борт корпуса 38 И что касается кормы В борту Ну а простите В корме башни 50 И в корме просто вот Извиняюсь в попке танка 39 Вот такая вот броня у нас идет У коллекционного Шермана И честно говоря Ну не очень Не очень бронированная машина И играется она, честно говоря Тоже довольно-таки тяжеловато Ну по крайней мере В моих руках Что касается Вообще в принципе Характеристик танка Я всегда зацениваю Исключительно орудия Ну кто знает, тот понимает Кто не знает, сообщаю Я смотрю только на цифры По орудию И то не на все Потому что, как правило Допустим Время следения и разброс на 100 метров Они могут вас завораживать Своей прям очень хорошей Не знаю Мизерностью Да Вот Время сведения может быть Вроде бы очень хорошее А в игре отыгрывается очень тяжело А бывает наоборот Время сведения заявленное Вроде бы пугает А в бою Ты этого не ощущаешь Дискомфорта Ну короче говоря Вот эти вот цифры Все-таки стоит смотреть в бою Ровно как и то Как отыгрывает броня И насколько машина подвижная И точность орудия Все это все-таки заценивать Необходимо непосредственно в катках То, что можно заценить в ангаре Это скорострельность орудия Здесь она составляет 6,51 С учетом того, что у меня установлено Оборудование И есть у меня амуниция Кстати амуницию по поводу Того, чтобы увеличить скорострельность Я не ставил по одной простой причине Потому что время перезарядки На 0,09 Ну как бы практически ни о чем Радиус обзора На 3 метра Тоже согласитесь Как бы вообще Ни вашим, ни нашим Поэтому я поставил себе Защитный набор И поставил себе В виде Улучшения Топлива Для того, чтобы быть Более подвижным Что касается оборудования Здесь есть возможность Поставить себе Ну как обычно В принципе Плюс 15 к точности Время сведения Получается Лучше становится Но время сведения Заявленное Оно и так Неплохое То есть 3,3 Заявленное И так вроде бы хорошо А вот что касается Разброса То здесь Смотрите Если ставить себе На разброс То получается 0,345 И соответственно Это гораздо лучше Чем практически 0,4 Поэтому ребятки Я себе поставил Именно на улучшение Разброса А не на улучшение Времени сведения Что касается Стрельбы Из орудия То 160 единиц Альфы Как правило Для средних танков Сейчас заявляется Разработчиком На 6 левел Как правило В машинках Которые Ивентные Вот эти вот Ежемесячные ивенты Что касается Пробития 106 единиц Я бы сказал Что туговато Отыгрываются Но есть подкалиберные 127 Которые в принципе Дают возможность Играть плюс-минус Нормально Единственное что Серые зоны В тяжелых танках Особенно на средних Расстояниях Про дальние Я вообще молчу Выцеливаются Немножечко туговато Попытаюсь показать Это в бою Ну и урон В 1475 Это хороший ДПМ для 5 уровня Но на данной машине Тяжело реализуем Из-за ее Ну я бы сказал Слабой живучести Углы склонения вниз Минус 10 Что в принципе Комфортно Приятно На неровностях Ты дискомфорта Как правило Не ощущаешь Но дело в том Что туша Ребят Ну очень высокая Понимаете То есть Как бы ты Получается Не выходил Вроде бы угол Склонения должен быть нормальный Но когда ты выезжаешь наверх Ты очень сильно оголяешься Да Привиденка улучшается Но все таки Ребят Не сильно комфортно Играть на вот таких вот Высоких машинах По крайней мере Мне Ну что Давайте будем потихоньку Запрыгивать в бой Посмотрим Что машинка представляет собой Непосредственно В катке Как обычно Ничего вырезать не буду Какой бой получится Такой получится И что касается Стоимости машины С учетом того Что это коллекционка Ребят Его можно продать Продать его можно За 2350 Золото Но я Не любитель Продавать машины За 8 лет Игры в танки Я продал Один Один танк Ребят И до сих пор Очень сильно жалею При том Ребят Что я продал Валентайна Которого когда-то Можно было купить По-моему За 600 голды Сразу в ветке Исследования Или 1200 Но не буду врать Ребят Не помню Честно говоря По-моему Продал я его Как раз за 600 А за 1200 Покупал В любом случае Дешманская машина Крайне неживучая Была Но ребят Настолько жалею Что в коллекции Себе не оставил И вот до сих пор Живу без Валентайна И вспоминаю С грустью о том Что когда-то Попрощался с этим аппаратом Лучше бы я его себе Оставил в коллекцию Как оказалось 1200 голды накопить В принципе Даже на просмотрах Видео сейчас Не составляет Огромной сложности То же самое Касается И коллекционного Шермана В жизни Я не продам его Насколько бы унылым Он не был Ну во первых Это подарок А подарки Как бы надо хранить Хранить на память Пусть они напоминают О приятных ощущениях Которые были Что же касается В целом Машинки Лучше не продавайте Лучше оставьте себе В коллекцию Ну и возможно Когда-нибудь Вернетесь к ней Для того чтобы ощутить Какие-то Возможно забытые Приятные ощущения От получения Данного транспортного Средства Что касается Ребят Самого танчика Подвижность Я бы сказал Что ну прям На грани Немножко уныло На нем ездить Немножко не хватает Подвижности Немножко не хватает Разгона с места И я бы сказал Что порой Это играет Крайне Крайне плохую Шутку Рикошет Ребят Вот сейчас будем Заценивать Куда Прилетает в маску Орудие Поэтому ребят Рикошет И сразу на 147 Не в маску Орудие И соответственно Рикошета нет Это то что я вам Говорил изначально Что броней Данная машинка Похвастаться К сожалению Не может Что касается Скорострельности 6.5 Перезарядка В принципе Терпимая В принципе Нормальная Но порой Даже ее Не хватает Почему Потому что На пятом уровне Ребят Машинки Ну в принципе В основном Встречаются Скорострельные Мало Скорострельных Орудий На данном уровне Ну а соответственно Точнее не так Мало Мало Скорострельных Орудий На пятом Левеле Что соответственно Говорит о том Что 6.5 Порой Тоже Бывает Недостаточно Я сейчас Особо Практически Ничего сделать В бою Не могу Я очень Сильно Боюсь Вылазить На противников Потому что Они меня Могут Разбирать А я Со своим КД Ну как бы Не совсем Очень Опять Рикошет Скорее всего Опять прилетело В маску Орудие Ну да В принципе Как и говорил А вот Борта И все остальное Безусловно Будут разбирать Даже сейчас В размене Вроде бы И противника Уничтожил И в то же время Пошел себе В минус По ХП По бронебойным Видите Как только Не хватает Ставишь И Хватает Очень даже Таким Нормально Для того Чтобы Самуэртем Пробить В верхушку Которая у него Как правило Красная Поэтому В принципе Бронебойные Вот эти вот Простите Бронебойные Господи Голдовые снаряды Они действительно Довольно Хорошо Спасают Ну вот Ребят Пока мы с вами Разговаривали Пытались где-то Как-то пристроиться В кого-то Как-то пострелять Оказалось так Что Наших-то Осталось Совсем Мало И Я так понимаю Что Сольют Нас Довольно Легко Потому что Как я уже Говорил Машинка Крайне Неживучая Да Вы можете Давать Тычки В ответ Но К сожалению Абсолютно Не в свою Пользу Исходя Из Скорострельности Данного Орудия Ну вот Как-то так Отыгралась Первая Наша Сегодняшняя С вами Катка И я Честно Говоря Не могу Сказать Что я От данной Машины Получаю Прямо Удовольствием Нет Ребят Не получаю Я бы Сказал Так Удовольствие Есть Только От того Что Это Подарок От Хорошего Друга Это Наверное 95% Удовольствия Которое Получаю Вторые Вот Вторая Часть Процентов В виде 5% Удовольствия Которое Можно Получать От данной Машины Я Получаю Честно Говоря От того Что Я В принципе В кого-то Попадаю Вот Ну Я Не знаю По урону Мы Занимаем Второе Место Но Ребят Это Не потому Что Хорошо Отыграл Я признаю Что Отыгралось Не очень Хорошо Это Потому Что Ребят Все остальные Ну Крайне Скудно Сделали Свой Вклад В Победу Мне Даже Дис Поставили И В принципе Я Понимаю Почему Я Как бы Признаю Признаю Все свои Какие-то Косяки Которые Бывают И Никогда Не Рассказываю Зарешать Что-то В бою На нем Практически Нереально То есть Даже Если Ты Вроде Б Куда То Ворвался Даже Если Ты Вроде Б Хочешь Кому-то Навалять В основном Получается Так Что Наваливают Тебе Если Ты Не играешь При этом От башни Или Соперник Не до Конца Сводится Вот Тогда Да Рандомный Рикошет От Передней Вот Этой Части На стыке Бронелистов Рикошеты От Маски Орудия Это Да Но Если Ребят Вы Попадаете К Товарищам Красного Цвета Которые Не Шорхаются В бою Не Нервно Отстреливают Куда Попало Только Лишь Потому Что Они Испугались Вашего Появления Спокойно Нормально Сводятся В вас Вот Здесь У вас Ребят Начинаются Довольно Так Серьезные Проблемы Так Ну Вот Сразу На 195 Здрасте Приехали Получаешь Как С куста Вся Проблема Шермана В отношении Даже Отыгрывания От неровностей Заключается В очень Высокой Туше Вы Настолько Высоко Находитесь Я имею Ввиду По отношению К горизонту Настолько Высоко Приходится Вам Вылазить Наверх Что Не пробить Вас Или не Выцелить Это Ну Я бы Сказал Наверное Даже Нелегкая Задача Для Соперников Потому Что Им Даже Стараться Для этого Абсолютно Не надо Вот Сейчас Ничего Особого Не остается Кроме Как Поехать На товарища И попытаться С ним Побудаться Но Особо И не Попадаешь С учетом Того Что Время Перезарядки По сравнению Допустим С тем же Самым Т-34-85 Я бы Сказал Подкачивает Вот так Вот Легко Шерман Разбирается И Как Видите Даже В тот Участок Броним Про Который Я говорил Который Имеет В себе 121 Миллиметр Ребят С учетом Привиденки Прилетела Ко мне Ну Просто Таки Абсолютно Без Печальки Вот Такой Вот Второй Бой Получился На Шермане Ребят Я не думаю Что имеет Какой-то Смысл Дожидаться Окончания Боя Для того Чтобы Что-то Говорить Скажу Следующее Когда Данная Машина Продавалась Я переключусь Пока На Дикер Максом Когда Эта Машина Продавалась За 4 Бакса Я говорил Что у Меня Уже Достаточное Количество Машин В коллекции Похожих На Шермана Сделанных На базе Шермана Перерисованных Шермана Что покупать Себе Еще одну Просто Ради Одного Обзора Я не вижу Абсолютно Никакого Смысла Коль У меня Уж Данная Машинка Попала В руки Исключительно В виде Подарка Понятное Дело Что эту машину Я никогда И ни за что Не продам Я никогда Не солью За голду Ради того Чтобы купить Другую машину Она останется У меня в коллекции Останется Как память Но не более того Если вдруг Вы увидите Данную машину На продаже То я бы советовал Много раз Взвесить И перевзвешивать Принимаемое Вами решение По поводу Траты Вашего Золотого запаса Реба Реалмани На приобретение Конкретно Коллекционного Шермана Не сильно хорошо Ребята Он играется И фана Особого Он к сожалению Моему Не доставляет Это был абсолютно Честный обзор На коллекционного Шермана Если вы за честность Как я уже говорил Пожалуйста Подписывайтесь на канал Буду вам безумно Благодарен От благодарю Честными обзорами На технику Такой какая она есть И на товары В магазине Что же касается Всего остального Смотрите на моем канале Все больше и больше Видео На сегодняшний день На канале уже более 300 честных обзоров На технику Которая есть В нашей игре В данном бою 320 единиц урона Никого не уничтожили И смотреть Честно говоря На результаты По команде Даже желания Не имею Для того чтобы Не расстраиваться В любом случае Миша Спасибо тебе большое За подарок Те неописуемые Позитивные впечатления И ощущения Которые у меня были Та буря эмоций Она ни с чем Не сравнима И ни в коем случае Качество данного аппарата Не может оно Затмить Позитивные впечатления Которые останутся со мной На очень-очень долгое время На данный момент у меня Все вам всех благ Всего хорошего вам мира И обязательно Спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok